Онлайн детский сад Шурик представляет рубрику 600 часов без вод, день 9. Всем привет, мы продолжаем нашу рубрику 600 часов без вод, и у нас следующий 9 день. В прошлом своем видео я посвятила очень щепетильной теме по поводу слухов и разговоров о взятках в больницах, берут не берут и сколько берут. Я подробно рассказала, как это произошло со мной и объяснила почему, что и как. А сегодня будем продолжать уже мою тему, что и как мы сохраняли. У нас шел 9 день, было 16 июля 2018 года. Ну что на тот момент? На тот момент состояние мое было стабильное, я уже можно сказать ко всему привыкла, что со мной происходило, ко всем вот этим манипуляциям, ко всяким анализам, уколам. Кололи меня просто баснословно всякими разными антибиотиками и прочими, но это все было необходимо, так как ребенок находился в зоне риска, потому что там было все открыто, воды не было, и естественно любую инфекцию он мог подцепить. Также у меня было назначено еще одно УЗИ у совсем другого врача, которого мне порекомендовали. Вот в этот день я пошла к этому врачу, с утра меня назначили, проводила меня медсестра. Очень приятный дядька такой, который просто спокойно со мной поговорил, все объяснил, все посмотрел, померил все росты, вес малыша, сказал как он себя чувствует, какие кровотоки, в общем сделал полный скрининг и никак ему не помешало отсутствие воды, как прошлый мадам, который просто сказал за отсутствие воды, там ничего не видно. И естественно я задала такой вот вопрос чепетильный, который у меня стоял тогда постоянно, кто же все-таки там у меня мальчик или девочка, все-таки у меня уже шла 29-я неделя. Когда я ему задала вопрос, он говорит, а ты что не знаешь? Я говорю, да ну вот так вот получилось, что не знаю, потому что то мальчик, то девочка, то вообще никто не говорил, потому что видно не было. Он говорит, да какая же там девочка, там такой мальчик, что там уже все мальчик и мальчик. Ну, что сказать Вы знаете, в той ситуации уже радуешься и мальчику, и девочке Лишь бы был здоровый малыш Тогда уже он мне сказал, что у меня плацента Не в очень хорошем состоянии по параметрам И как бы нужно к ней относиться довольно-таки серьезно В этом состоянии Но по поводу всего остального Как бы еще более-менее в норме Тонуса не было, схваток тоже не было Вот шейка была довольно-таки еще длинная Он говорит, пока неделю ходим Неделю ходим, а через неделю придешь ко мне И будем уже смотреть Ой, расстроилась, не расстроилась Вы знаете, к тому моменту уже как бы, наверное Уже к десятому практически дню там нахождения Начинаешь как-то Тупо реагировать на это, на все, да Ну, хорошую новость воспринимаешь хорошо, а плохую новость воспринимаешь никак Потому что сейчас она плохая Сейчас она тут же исправилась И просто доплер А, вот по поводу доплера Он мне объяснил, когда мне меряют доплера Говорят, что там очень мало воды Он говорит, они просто не умеют мерить Он мне намерил там 6-7 сантиметров вод И сказал, что все нормально, все собирается Как собиралась? Я до сих пор тоже не понимаю Потому что мне казалось, что все, что там образуется, все выливается Потому что воды у меня отходили каждый день То есть вообще не прекращали на протяжении 9 суток И притом они у меня будут отходить на протяжении месяца Не было ни одного дня, ни одного часа Чтоб я это забыла хотя бы вот на секундочку об этих водах Потому что это просто был водопад Вот, как я извиняюсь, что на такие щепетильные темы говорю Но кому не нравится это слушать У нас такая рубрика Пропускайте это видео Вот, как бы, ну вернулась в палату Все было нормально, более-менее Гемоглобин у меня падал И я как бы начала уже питаться практически 99% уже из привозной еды Потому что то, что там готовилось На протяжении 10 дней было есть просто невозможно Ну, что-то там можно было выбрать С недели одно-два блюда Почему так кормить, я не знаю Как-то вот, блин, ну вот все было круто Но вот питание, конечно, это просто ужас Если честно Особенно это питание ужасное, когда ты начинаешь кормить ребенка То есть там оно ничем не изменяется Что на сохранении, что при кормлении ребенка тебя кормят одним и тем же Вот, соседки у нас еще пока не было Но в этот день к нам пришла наша прежняя девочка Которую увезли Вот, тогда, ну, сказал, что она уже более-менее, она уже ходит То есть ее перевели в отделение реанимации А малыш, естественно, в реанимации, в очень тяжелом состоянии Рассказал о его состоянии Не буду вдаваться в подробности Но хочу вам сказать, что о ней мы больше не слышали Вот, потом уже, когда я через три недели Оказалась там наверху Где все это происходит Вот, я узнала о результатах Они были, поверьте, не очень хороши Вот Так что Расстроились, естественно Но Сразу вспомнили нашего доктора Который нам дал очень хороший и нужный совет И начали думать о своих бэбиках Которые в животиках у нас сидят И хулиганят В этот же день нам не делали КТГ Вот, благо на КТГ никуда не надо было ходить И нам подселили новую соседку Это был девочке трэш Вы знаете, место это было какое-то несчастливое До того момента, пока не пришла наша душенька Вот, а до этого там поменялось Три или четыре девочки за эти дни, да И вот эта соседка была это просто Вы знаете Она ничего такого не делала Она просто, вот, как сказать Она все пачкала День мы протерпели Потом мы просто поняли Что надо с человеком поговорить Потому что так дальше продолжаться не может Мы же как бы здесь все вместе находимся, да И нужно немного следить Ну, поговорили Толку не было никакого Но на следующий день мы с ней попрощались У нее как бы тоже начались схватки Ну, а на этом мой девятый день закончился Ничего не случилось Ежедневные созвоны с домом С моими детишками После которых у меня слезы были Очень я скучала по своим детям Безумно Для меня это было, наверное, самое тяжелое Что там происходило за этот месяц Потому что вот так резко расстаться с детьми надолго Для меня это был шок Никогда я их настолько не оставляла Да и я их даже на день-то не оставляла На ночь не оставляла Они были всегда со мной Особенно второму сыну было всего три с половиной годика Спал рядом со мной Держался за это место Мне было очень тяжело В этом плане Снился мне во сне Я просыпалась, рыдала Что я его обнимаю Но что нас не убивает Делать нас сильнее Это понятно Нужно было пройти все это Чтобы, наверное, понять Какие-то жизненные ценности Ну, вот на этом день мы наши закончим На такой немножечко Не очень хорошей ноте Но куда деваться Больница это всегда грустно и печально Я желаю вам самое главное здоровья И цените их одеждения рядом с вашими близкими Целуйте ваших деток Почаще и обнимайте И у вас все будет хорошо Пока-пока